Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии текущей пятидневки, где мы с утра стараемся одним из первых оценить все события, произошедшие на площадках за последние торговые сутки. Обратите внимание на наиболее важные, интересные, поскольку, как правило, сильная, мощная статистика и какой-то инфоповод, фундаментальные события, они проявляются не только в моменте, скажем, их публикации либо выхода, появления на рынке, но и обладают таким долгосрочным фактором воздействия. Будучи фундаменталистами, не мне вам объяснять, в чем заключается суть фундаментального анализа и на какой дистанции, скажем, он наиболее состоятелен, в плане отработки идей и реализации тех целей, которые изначально закладываются в трейдингах. Держим и сохраняем преемственность вот этой картины, собственно, так же, как и Европейский центральный банк сохраняет аккомодационную адаптивную политику к текущему вектору отношения, опять же, всей еврозоны. Поговорим мы, безусловно, сегодня снова о ней, потому что уже ясно, на фоне той слабости европейской валюты, которую мы наблюдаем, евро снижается по той причине, что все больше сторонников идеи, касающейся того, что Европейский центральный банк будет и дальше действовать в рамках тех инструментов, которые уже были запущены и которые стали проявлением нетрадиционной политики экономического и монетарного стимулирования. Если вы сомневаетесь в том, что евро будет снижаться, вправе это делать, конечно же, и я был бы неправ, если бы сказал, что евро будет 100% валиться, обозначая все новые и новые локальные минимумы. В конечном счете этого не знает никто. Но если для европейской валюты фундамент тоже не пустой звук, и если европейская валюта обращает внимание, обращает на те катализаторы именно национального региона со стороны действий ИЦБ, ей придется, собственно, либо, скажем, в менее вероятном сценарии, конечно же, показать еще более резкое ослабление, в более вероятном сценарии мы будем где-то вот сейчас закрепляться на текущих уровнях и демонстрировать довольно продолжительную консолидацию, прежде чем появятся новые аргументы, чтобы уже охотиться на более нисходящие уровни, более глубокие ценовые рубежи для коррекции. Я, как же всегда, друзья, буду держать вас в курсе всего, что происходит. Надеюсь, что вы поэтому и смотрите брифинги, чтобы быть в центре основных событий, знать, что сейчас на передовой, что обсуждается и что приводит в движение, повышая волатильность и раскручивая вот эти движения, которые мы видим на всему, скажем, всем финансовом рынке, на всех аспектах финансовых активов. Большое спасибо, что подписываетесь на канал. Приятно видеть то, что количество фолловеров, подписчиков и трейдеров у нас неуклонно увеличивается. Большое спасибо, что не пропускаете прямые эфиры. Тоже констатирую, что количество тех, кто онлайн, постоянно растет. Напоминаю, что те, кто этого еще не сделал, у вас есть такая возможность, потому что запись будет доступна и в просмотрах вы наверняка обратите внимание на, скажем, доступность именно онлайн вещаний. Для того, чтобы тоже подключиться непосредственно в прямой эфир, достаточно поставить приложение «Перископ» на ваше мобильное устройство и в 9.30, подписавшись на канал «Амаркетс», запустить его. Я буду в прямом эфире, можете задавать вопросы, хотя в формате обсуждения приходится нам торопиться. Лично мне, поскольку времени не так уж и много, но нужно прибежаться, опять же, по нашему традиционному списку активов. Если какие-то вопросы остаются неразобранными, вы уж, пожалуйста, не, скажем, сильно обижайтесь и не поленитесь, продублируйте их на канале на YouTube. Там больше времени для обсуждений. Я непременно отвечу на то, что вас интересует касательно трейдинга. Хватит со вступительной частью. Давайте переходить к нефти. Тем более, что мы пока что зафиксировались на тех уровнях, которые были показаны в рамках первой торговой сессии этой недели. Можно даже сказать, начало. Лоу вчерашнего дня 57.22, сейчас инструмент снова чуть выше 58 долларов за баррель. В частности, анализируя ситуацию, без локальных факторов, драйверов поддержки, котировки нефти не смогли, собственно, продолжить рост. Я думаю, то, что основная причина кроется в техническом анализе. Думаю, что сейчас техники ликуют. Полагают то, что им, возможно, удалось привести хорошую сделку. Либо считают то, что все было предсказуемо. Но, конечно же, такого понятия, как предсказуемость в определении динамики финансовых активов, точно нету. В любой момент времени актив может показать просто неслоевное движение, которое, может быть, впоследствии и удастся объяснить, с чем было связано. Но в моменте к этому подготовиться, конечно же, невозможно. Нефтянка снизилась. Лично я связываю все-таки с влиянием технических факторов, которые после достижения двухлетнего максимума указывали на то, что и Brent, и WTI вошли в зону перекупленности. В частности, может быть, трейдеры даже после состоявшегося очень крутого ралли за короткий промежуток времени начали и фиксировать результаты своих ордеров. Это спровоцировало обратное движение. Но если говорить про фундаментальную составляющую, то участники рынка, трейдеры считают, что был соответствующий повод. Это ожидание предстоящего выхода статистики по запасам и ожидание того, что запасы снова будут со знаком плюс. Ну, признаю то, что в этом есть такое зерно здравомыслия, тем более, что я сам говорил еще на прошлой неделе. Мы какое-то время еще поработаем со статистикой с приростом. Если в этот раз сегодня отчет в 17.30 по московскому времени будет публикован от Администрации аналитической информации, соответственно, в случае роста запасов, она будет неделя прошлая, уже четвертый подряд по счету. Почему запасы могут вырасти? Да потому что мы до сих пор продолжаем работать с последствиями урагана Харви, который, как вы помните, больше месяца уже назад обрушился на Мексиканский залив, где сосредоточено большое количество нефтеперерабатывающих заводов. Конечно же, с каждым днем процент простоек НПЗ, нефтеперерабатывающих заводов, производственных мощностей, все меньше и меньше, но он есть еще. Примерно около полутора миллионов бар на сутки. Это не маленький показатель. Поэтому, друзья, до тех пор, пока все НПЗ не начнут снова работать на полную катушку, понадобится еще какое-то время, и логично предполагает то, что из-за снижения спроса емкость, запасы будут расти. Вот почему. Возможно, этой идеей трейдеры руководствовались, ожидая сегодняшнюю статистику со знаком А+. Хотя вот вчерашний отчет от Американского, если ты нефть, указал на то, что запасы снизились, но, правда, на совсем символичную цифру минуса 0,7 миллиона баррелей. До этого у нас котировки нефти наросли. Вы помните, что тоже были причины, которые я озвучил. Это якобы ожидание продления действия факта, максимальные рекордные показатели соблюдения, и позволил себе обозначить еще одну причину. И вот, судя по уже прошедшему еще одному дню, эта причина все-таки стала, как мы с вами предполагали, основной. Это последствия референдума, собственно, который прошел в Ираке, в Курдистане. И следствием этого референдума стали громкие угрозы, заявления президента Турции, Адзипа Эдагана, о том, что через Турцию может быть прекращен транзит к курдистанской нефти, то есть, можно сказать, иракской нефти. Это риск потенциального снижения предложений, дефицитности. Вот на что котировки нефти, собственно, и отреагировали. Следующим важным событием будет заседание ОПЕК в ноябре для всей нефтянки, но не скоро, через два месяца. Но мы видим то, что рынок очень охотно реагирует сейчас и готов обсуждать возможности пролонгации действия этого факта. Друзья, я не советую к ним присоединяться к этим обсуждениям, потому что с учетом текущих котировок нефти очень высоких значений, уже растет больше даже скерзис о том, что эта сделка будет продлена. И вот сегодня я махнулся на интересный заголовок, что же такое 60 долларов за баррель для бренда, траплин для еще большего ралли, либо все-таки потолок, от которого котировки отобьются, и будут постепенно, а может быть и не постепенно, довольно быстро, активно смещаться вниз. Я приверженец все-таки второго сценария, потому что хочу сразу отметить вам, почему есть логичный довод этого. То, что 60 долларов за баррель – это настолько высокое ценовое значение, что уже нет вопросов к рентабельности даже того же самого ближневосточного картеля в сотрудничестве ряда государств, которые ранее считали, что цены на нефть настолько, скажем, незначительные, что это создает очень много проблем. Вот почему и был заключен аналитический пакт. Потому что считали, предполагали, что снизив производство нефти, им удастся поддержать котировки и вернуть их за далеко, скажем, 60 долларов за баррель. Сейчас цены высокие, поэтому это может сказаться на моральном духе Ближнего Востока, может быть, даже длинной мотивации. Если бизнес рентабельный, то зачем, собственно, продолжать ограничивать производство и уж тем более обсуждать возможности продления действия пакта. И еще один аргумент, не перестаю, не уставая, собственно, его повторять, это аргумент, связанный с ростом активности исландцев в производительных штатах. При таких ценах она должна, скажем, выйти на новый уровень, поэтому не забывайте, рост производства нефти в Штатах – это то, что будет долгиграющим фактором слабости для всего рынка черного золота. Если хотите поспекулировать как косрочно, собственно, так же, как и днем раньше, можете поставить на 60 долларов за баррель как сопротивление, ну, потом уже лучше присматриваться к продажам. Будучи, опять же, долгосрочным трейдером-инвестором, я не метаюсь лично, не рассматриваю возможности косрочной спекуляции, выхожусь в короткой позиции, делаю это уже на такой постоянной систематичной основе, поскольку увижу возможности для большего ослабления нефти. Рубль 57.86 – небольшая коррекция нефтянки, и все равно сохранение на высоких значениях тут же дала соответствующий импульс для слабости рубля. Мы подошли к 58. Я думаю, что если повезет нам в ближайшие недели убедить трейдеров, точнее продавцов, проявить себя, свое присутствие обозначить, нефть будет постепенно снова возвращаться в район 55 долларов за баррель, и рубль будет смещаться в район 60. Доллар японская иена – очень интересное и активное движение показывает пара, тем более, что новостной фон в основном и представлен сейчас событиями, являющими то на японскую иену, то, соответственно, на доллар. Поэтому здесь у нас отсутствие информации, либо дефицита, ее точно нет. То мы говорим про статистику, то у нас есть возможность обратить внимание на монетарную политику, на выступления представителей ФРС, то снова признать факт влияния очевидного нароста геополитической напряженности. отношений Северной Кореи и США и продолжающейся словесной войны, постоянных перепалок, острых высказываний, которые периодически повышают интерес снова к защите и заставляют доллар терять стоимостные позиции. Сейчас пока что картина немного изменилась. Ну, во-первых, из последних событий. Как вы помните, уже, собственно, завтра Синза Абе распустит парламент для того, чтобы спустя определенное время, там несколько недель, а после провести досрочные выборы. По идее, риск нестабильности, политическая неопределенность – это еще один виток спроса на еду. Но трейдеры руководствуются другой позицией. Если парламент сейчас будет распущен, то есть вера и аттесты у Синза Абе получить поддержку, опять же, в перспективе вот этих нескольких недель. Представители, которые, так же, как и он, больше ратуют и лоббируют за более агрессивное стимулирование. Ну, а если речь идет о более агрессивном стимулировании, это, конечно же, и возможность расширения программы количественного смягчения, может быть, даже за 90 триллионов иен в год, и риск слабости для национальной валюты. Индекс доллара у нас вырос до трехнедельного максимума. Американские трейджерис восстанавливаются по доходности, потому что уже меньше подвержены влиянию геополитических рисков, никаких оплаких новостей, слава богу, пока не поступало. По всем известной теме отношений Северной Кореи и США, хотя в конце прошлой недели речь шла чуть ли не о настоящих военных действиях, которые якобы уже начались, но потом эта информация была опровергнута. Вчера еще в центре было выступление Джанет Хельн, председателя американского регулятора. Она снова говорила очень много про рынок труда, отметив то, что прогресс очевиден, и не стоит переживать за возможную перегретость этого сектора американской экономики, потому что очень много еще недоиспользованных трудовых ресурсов. До сих пор в ФРС нет четкого объяснения, почему инфляция находится на таких низких значениях. Но если нет объяснения, особо ФРС и не стал копаться в этом, отметив то, что это временное явление, индекс потребительских цен будет восстанавливаться. И самое важное заявление, которое должно сейчас такой красной нитью проходить через всю риторику не только, опять же, слов Джанет Хельн, а риторику и позиции всего американского регулятора, то, что неопределенность, возникающая на текущем этапе, это то, что подстегивает, увеличивает вероятность ужесточения монетарной политики. И снова был сделан акцент на то, что до конца этого года нас ждет еще одно повышение процентной ставки. Тут же отреагировал фьючерсный контракт в Фэнвотче, мы поднялись по вероятности изменения ставок, нормализации. ДКП денежно-кредитной политики с 75% до 78%. Как и всегда, уверен, в ближайшие месяцы подберемся чуть ли не к 100%, и потом уже останется дождаться фактически самого решения. Доллар и иена пока растет, восстанавливается. Может быть, при появлении очередного форс-мажора со стороны Северной Кореи локальный интерес снова будет подорван в отношении доллара. Но в любом случае, по факту вчерашних выступлений, слов Джанет Йеллен и прошедшего заседания на прошлой неделе, уже должно быть ясно и понятно, что у американской валюты есть сейчас достаточно оснований, чтобы продолжить свое восстановительное движение. Евро против доллара. Обсуждаем политическую тему. Расчет трейдеров на то, что предсказуемым победам Меркель снимет вопросы политической неопределенности и толкнет евро вверх, разумеется, не оправдались. Ровным счетом, наоборот, все произошло. Меркель одержала победу, но при очень скромной поддержке электората это явный сигнал изменения очевидного общественных настроений. Ближайшие партии и конкуренты набрали катастрофически низкое количество голосов, а вот партия ультраправых, которая раньше не набирала даже нескольких процентов, умудрилась оказаться в парламенте, потому что перевалились за планку в 10%. Ни одна из партий не набрала необходимого большинства, придется формировать коллекционное правительство, значит, вопросы политической неопределенности остаются актуальными, оказывая давляющий эффект на евро. Плюс ко всему сейчас есть еще и риски, которые могут вылиться в более затянутый процесс всеобщей европейской интеграции. Напомню, что одним из идеологов, идея не вдохновителей того, что нужно создать надструктуры, сроднись с Европейским Центральным Банком, которые будут отвечать за общие вопросы всей еврозоны, ввести должности министра финансов, к примеру, единую для всех ЕС и Велосипа, это Эммануэль Макрон, который, как вы знаете, недавно держал победу в ходе президентской гонки, стал лидером Франции. Но в чем здесь подвох? Считалось то, что Меркель наберет необходимое количество большинства и не придется формировать коллекционное правительство. Сейчас оказывается, что придется. И если рассматривать в качестве наиболее вероятных кандидатов, это, скорее всего, партия свободной демократии. Если придется формировать, опять же, правительство с ними, то придется считаться с позицией и с идеями этой партии. А эта партия явно катекует курс Эммануэль Макрон. Вот такие вот несостыковки. Я думаю, что с ними мы еще будем работать. Не забывайте, что впереди еще выборы в Каталонии. В это воскресенье, в понедельник, о них, безусловно, поговорим. И чуть позже выборы в Италии. Поэтому тема довольно интересная. Помимо политических рисков, напоминаю вам про озвученные ранее комментарии Драги о том, что ЕЦБ заинтересовывает в использовании текущих нетрадиционных способов поддержки экономики. То есть остается привержен политике низких процентных ставок и вряд ли что-то изменится в ближайшее время. Евро снижается. Котировки на текущий момент 1,1787. Коррекция довольно существенная. Естественно, в идеале было бы здесь еще большее снижение, но, наверное, под конец этой недели рассчитывать на еще большие потери было бы неправильно. Это программа максимум, которую мы можем выполнить. Но думаю, что консолидация продолжится вот до окончания 5-дневки рядом с текущими значениями. Сегодня, друзья, в центре внимания у нас канадец еще, поскольку 18.45 состоится выступление подседателя, руководителя Банка Канады Стивена Полоза. Чем интересен канадец? Вчера вы видели, как не в снижалости рост доллара. Однако, несмотря на наличие вроде бы всех оснований, чтобы пара USDK показала восстановительное движение, не канадец, а слабый. Канадец оказался сильнее, собственно, и всех вот этих названных аргументов, и напротив, пара USDK даже просела. Это возвращаясь, опять же, к тому, что отмечалось ранее, я сейчас не рекомендую торговать канадцам, потому что непонятно, что на уме у этого актива. Ну, покопавшись в фундаменте, могу отметить вчерашний комментарий министра финансов о том, что, учитывая текущее состояние экономики, конечно же, Канада готова к более высоким процентам ставкам. И даже несмотря на то, что уже они были получены два раза в этом году, они все равно остаются на исторических минимумах. Не знаю, как трактовать эти комментарии. То ли Банк Канады просто остается привержен более жесткой политике, то ли Банк Канады снова готовится к еще одному повышению процентной ставки. Если так, то рост канадца продолжится, и мы увидим отметку 1,20. Ну, это правильно было бы сейчас рассчитывать. Но, с другой стороны, если мы увидим более резкое ослабление нефти, мы увидим более резкий рост доллара, не ясно, смогут ли вот эти, смогут ли одни лишь ожидания в ужесточении монетарной политики по пороте очевидной и реальной вещи в виде ослабой нефти и осильного доллара. Поэтому здесь тоже, скажем, трейдинг, как гадание на кофейной гуще. Мне хотелось бы дать вам хороший сигнал, чтобы вы смогли заработать. Но я пока, даже при всем этом желании, не отваживаюсь торговать канадцам, потому что совершенно неясно, что для этого актива является сейчас определяющим. Австралиец против доллара и новозеландеца против доллара. Мы находимся в рамках нисходящего движения. Коррекция будет продолжена. 0,708064 сейчас по австралийцу. Напоминаю, что наша с вами цель ближайшая 0,78. Там можно будет частично фиксировать результат. По новозеландску тоже коррекция 0,72. И сегодня, кстати, в 23.00 по московскому времени ставка нас ожидает по резервному банку в Новой Зеландии. Важно отметить то, что в этот раз в заседание банка будет ввести новоиспеченный председатель Грэн Хаспенсер, как я и уже отмечал ранее. К сожалению, пока ничего не могу сказать, как пройдет это заседание. Но могу привести вам пример, что когда свое первое заседание проводил Вильер, много неловких фраз, возможно, недопониманий и попытка участников рынка понять, что имеется в виду и что подразумевается, скажем, под теми или иными словами, стала причиной ослабления новозеландца больше, чем на 150 пунктов. Я вот не поленился, посмотрел. Это было в далеком 2012 году, точнее даже 2011. Может быть, нечто подобное произойдет. И сейчас я делаю ставку на то, что первый блин окажется комом. В данном случае это слабость для новозеландца, как раз то, что им нужно. В идеале бы добраться до отметки 0.71.50. Там уже можно будет подумать о частичном фиксировании коротких позиций. Из важных событий. 15.30 заказан товар личного пользования по штатам. Ждем поддержки для доллара и ждем, что хотя бы в этот раз на этой неделе пара USD-йена сможет оказаться выше отметки 113 йен за доллар. В 17.30 запасы по нефти. В 18.45 выступление Полоза. И в 23.00 ставка Резервного банка Новой Зеландии. Друзья, на этом, собственно, все. Спасибо всем огромное, большое за внимание. Надеюсь, что информация была вам полезна. Если так, то прошу поставить лайки, большие пальцы на канале на YouTube. Не забывайте, что помимо этого можно оставлять, конечно же, вопросы, спрашивать, что вас интересует. Может быть, давать какие-то конструктивные советы, рекомендации. Я тоже их крайне приветствую, потому что, в конечном счете, контент готовлю для вас. Хочу, чтобы именно вас он устраивал. Готов к предложениям. Нужно разваять, скажем так, наличку другими активными инструментами. Пишите, что вас интересует. Обязательно буду готовить обзоры и по ним. Не забывайте, что волатильность в этом году, кстати, несколько раз превосходит волатильность последних лет. Рынок становится все менее и менее предсказуемым. Нам остается только к нему адаптироваться, делать это правильно, подстраиваться. Может быть, видеть скрытые мотивы поведения активов. Я в этом ключе обещаю вам прогрессировать. Надеюсь, что окончание 2017 года будет у нас более результативным, нежели чем начало. На этом все. Всего доброго. До свидания.